догадайтесь куда мы идем смотреть как тянут муточники коль а вот смотри они сидят и крыльями трясут это зачем они делятся это не вентилирует а что там кто то есть в этих ячейках что они сидят вот это я знаю я не зря спросил я знаю кого не так крыльями трясут это значит что они вентилируют они сидят в литках короче короче температура воли к 36 градусов можно как в инкубаторе яйца выводить и даже есть такие случаи я точно знаю граждане не забывайте что я в чу в пчелах ничего не понимаю это мой муж специалист само видео про то как живут пчелы будет через 10 минут вот этой прелюдии дело в том что у меня спросили как роятся пчелы и я пошла у собственного же брать интервью ему было некогда так сказать рассказываю все это скрипя сердце но потом не выдержал где-то после 30 минут нашего так сказать общение мы пошли заглянули гулей но там на самом деле так классно такая съемка хороший получился мне аж самое понравилось если вам лень смотреть вот то что он тут разговоры разговаривает промотайте сразу где-то будет ну расскажи не ну ты делай рассказывай куда ты глянь нашел дыру или отсюда ну все теперь мы уфи старая вот меняет ее за это докладывают моточники раз бывает что семья сильная взяток прекратился семья сильно это значит много пчел да много пчел и матка уменьшает червление перестает червить и они уходят в райвой закладывают моточники подожди значит как только она начинает мало червить они начинают думать что матка плохая и думает и это никто не знает вот такой вот видишь что много но они закладывают моточники от безделья я считаю для этого ну как из практики начинаешь кормить сахаром или мёдом сахаром да можешь медом это дело хозяйское вот здесь дать работу главное работы чтобы они работали может прекратиться если повторяется несколько раз опять заклад надо проверять срывать их новые матки и в маточниках как раз маточное молочко в маточниках маточное молоко если они повторяют значит они уже в райвом состоянии самый лучший вариант взять плодную матку с пчелами отсадить сделать отводок с маткой старой а стой которой они они не довольно в этом улике они выведут себе новую матку и будет опять нормальный и будет и отводок когда здесь выведутся там матки в новом выведутся можно уже в отводке но со старой маткой ее уничтожить матку и подпустить тоже молодую и будет которую они выведут они выводят ты говоришь несколько маток когда в рой в рой уходит пчел они улетают несколько маток да улетает ты же так не рассказывал да много мат вот сколько есть или со старый улетит молодые останутся они потом потом пчелы примут какую-то одну из пяти там может 10 будет а улетят но они выберут себе одну остальных уничтожат натуральным образом убьют когда улетят да когда матка улетит нет ты мне говорил что не одна матка улетает в рой а несколько матку летают вот они выводят не раз объясняют старая матка остаются все молодые или улетают все молодые она я говорю несколько улетает ни одна молодая а несколько все улетят все какие есть да в одном рои понятно это рой выползать на улей и висит кого правильно пока эти разведчицы определяться и место куда ему улететь я так читал нет а чё он на деревьях висит когда вылетит повиснут улетели они вышли с улей куда-то сядут они должны они будут кружить все время садятся разведка вот потом уходит ну да я про это говорю и можно как после того когда они вылетят ну да садятся куда-то потом идет разведка ищет место куда они улетят и очень короче можно наблюдать если успеешь некоторые бегают за разорая меда а между прочим рву еще и поймать можно если знаешь что рядом пасека то можно в старых пульях приготовить местечко который может понравиться правильно не местечко ничего для этого специально на палках ставят там старые рамки цепляют с медом без меда просто рам чтобы они сели вот и раз потом снимешь и очень короче считай что тебя 5000 прилетела правильно некоторые я читал некоторые специально ловят там на каком-то сайте мужик говорил ягод развесил ловушек и чет за лет штук пять что раёв поймал он хвастался для этого чтобы в округе пчеловоды все ясно все больше про ранение ничего нельзя сказать да кроме того что мне надо журнал посмотреть это медогонка под ней спит кошка между прочим вот чуть-чуть стекло немножко года пчелы на него не лезут ни одной пчелы нет это значит что есть взяток если взятка не было не давно уже этот мед забрали вообще я снимаю для того мне задали вопрос пусть ваш муж расскажет чего-нибудь там о роении ночами к нему подошла пристала он делает собор он долго отнекивался он долго отнекивался потому что ему некогда мне интервью давать ну я к нему привязалась в общем чего он рассказал то рассказала в общем закон нет совет ведь из тебе все это сильно интересно иди достань журнал пчеловодчество пчеловодство найди там информацию о районе прочитай это потом расскажи не горнет спасибо это то же самое как если бы я посоветую человеку тоже найти журнал по пчеловодству и скажу ты сам почитай а мне тебе типа того ответить нечего но я уже говорил что я ничего по этому поводу ответить и не могу вот я только могу взять интервью у знающих людей у нас еще там есть сын тоже он знает у меня муж говорит иди у него спроси может эти еще чуть расскажет но я думаю что тот меня вообще пошлет подальше пойдем попробуем кажется интервью не состоится от того что того кого собирался интервьюировать нету уехал я пересмотрела свою съемку и поняла что есть пробел в моем образовании он на видео не попало как он рассказывал о том что почему матка получается новая матка то есть не обычно рабочая пчела матка сейчас пойду переспрошу боюсь что я дубины сейчас получу он уехал я ничего спросить не смогла потому что он уехал ты знаешь ты мне зачем расскажи а как получается что вот они когда это матка червит но она же всем одинаково червит эти личинки а как получается что матка выводится новое во первых как для матки намного крупнее ячейку они как но я обидела вот туда ложат только за счет молочка то есть они кормят ее по-другому пчелы сами кормят ее по-другому до матка яйца везде одинаково какой-то чуть-чуть там вот видно она матка там прям ну да приличное такое количество и может за счет этого или как я не знаю но вот это неизвестно ну короче это пчел у них у самих что-то перемыкает что им матка нужна да это у них рефлекс рефлекс называется выводить маток сколько туда надо свергать старую нафиг и выводить новую революция короче а матка матка она старая вот старая она как старая сколько ей два года считается нормально после двух лет надо менять матки желательно так долго они живут до 5-7 лет а я еще знаю что когда матка выводится новое вот чтобы допустим слоем улететь там же они еще и трудней закладывают мужиков короче период обязательно уже трудные тоже летающие которые летают чтобы улететь вместе без трутней матками оплата творится она с труднями уже кобель короче говоря без него ничего не будет прежде чем червить короче матка с труд ним облетывается вот летает на свободный полет так сказать и облетывается натуральным образом как все животные все ясно а это подожди а говорят червят я знаю почему червят там такие личинки между прочим пчел когда мед гонишь и отбывает из расплода попадает на таких червяки такие белые так все короче ладно я все поняла открой говорит улик ты чё с ума сошел я не я боюсь не на это я не способна спасибо все я пошла ты же меня не позвал когда мы тача много маточников был да а маточное молочко куда-то дел да он его ест постоянно между прочим я тоже ела он такой какой-то не кисленько но чуть-чуть да когда говорят что всякие крема с маточным молочком я представляю сколько до маточного молочка надо напихать чтобы она действие оказывала ну да есть там пол процента на весь состав есть маточного молочка вот они пишут что тип с маточным молочком и к тому же чтобы маточное молочко свои свойства мама как это гадость летает свои свойства сохраняла как ты говорил его надо сохранять ты же как-то говорил при определенной температуре в вакууме. И тогда оно полезные свойства сохраняет? Сохранится, да, какое-то время. Ты это откуда знаешь? В книге, это в литературе написано. А ты это еще знаешь, что спрашивали? Ты вообще учился где-то пчеловодству или тебя пасечник научил? Нет. А когда ты в конторе, при конторе работал, вот когда в Узбекистане? Ну просто. Ни курсов, ничего не было? Не было ничего, просто работал еще. Литературу надо читать, так все понятно, ясно. И плюс еще. Говорят, каждый пчеловод, а ты вырабатываешь свой метод. Догадайтесь, куда мы идем. Смотреть, как тянут моточники. Ой, а это в этом, в большом улье. Они сегодня что-нибудь принесли? Нет. Еще не принесли? Нету взятка, что ли? Как бы мимо просочиться. Так, чтобы они меня не цапнули. Нет. Да, я не цапнули туда. Так, а в сторону, так, спички ват. А зачем? По-моему, блин. Чуешь, а ну сюда вот встань. Чем-то пахнет тут, как травами какими-то. Чебрец как-то так, блин. Ну да, я тоже заметила. А то, лев, они чебрец, чебрец, похоже, несут. Чебрец? А когда на них, это, дымишь, они что, не лезут кусаться? Или как? Не дамыть. Дым, дым, запах дыма и ассоциируется пожар. Пчелы начинают сразу прятаться. Истин сароматно. И, короче, им не до нас. Не до нас, да. Пока не проверят, крест. А пока проветрят? О, вот, побелка, вот. Да, мы в тот раз лазили с тобой два дня назад. Не было. Ты мне теперь скажи, почему мы не скачиваем мед? Все скачали, а мы нет. Ну, вот, в остальных мало. Можно качать, вот его можно качать. А ты мне говорил, не... И плюс ко всему, если хочешь, чтобы это самое, как сказать, новые соты выстроить, вощину тебе, чтобы оттянули, для этого должен идти взяток. Короче, когда... Они начинают тянуть. Ставишь вощину... В общем, по-русски говоря, когда им же нужно, когда у них мед заберут... Новые рамки. Вот в тот раз мне это не... Да. Когда у них мед заберут, они же будут новый заливать, а должна быть уже место готово. Чтобы им не тянуть, должны быть уже оттянутые рамки, то есть построенные. У них забираешь мед, они остаются пустыми, и опять их заливают. Мне сказали, купите мужу апи-лифт какой-то. Кого? Апи-лифт. На лифте поднимают вот это вот. Лебедку. Это... Лебедку. Это представь, какое тут сооружение надо рядом с ним делать. Да хоть апилипп или что, если сверху не за что не зацепишь. Я и говорю, какое сооружение должно быть. Вот. Или снизу тогда как Данкрат что-ли, то мучение. Зачем такое? Вот и я тоже так думаю. Ой. Блин, очки не взяла. Мы ищем матку? Просто смотрим. Смотрим, есть ли маточники? Да. А зачем ты это смотришь? Смотришь, подошла она в роевое состояние или нет? Да, да. Боишься что-то? Орвать надо, иначе и выйдет матка, и улетит. А, потому что пчела сильная, короче, а взятка слабая. Иначе мы лишимся пчел. Вот свещевой маточник вот называется. Какой? Свещевой, пустой. Вот это подготовка на всякий случай. А, это они его сделали, но еще никого туда не посадили? Нет, не говорю. А вон с другой стороны еще один, глянь. Ну их много бывает. А вот залепленный, вот смотри, вот. Нет, это трутень. Трутень? А как ты определяешь, что он трутень? Ну вот между этим и вот этим разница, есть ли она или нет? Да. Меньше он, что ли? А трутень, там тоже маточное молочко есть? Да. Вот вообще наставлен этот раз, насколько оттянули. Оттянули, а два дня прошло. Два дня курт прошло. Вот, видишь, оттягивает тут. Два дня они бы оттянули, взятка нету вчера-сегодня. Вот, полный расплод. И запечатанный даже. Да. Это расплод? Расплод, да. Это даже я понимаю, когда вся рамка заполнена расплодом, это хорошо, да? Вот она вся выйдет, это две новые рамки покрыть хватит. А вот трутень чуть-чуть. Трутовой расплод. Вот это трутень? Да. Да, если есть трутень, значит, и где-то маточник есть. Да нет, они всегда трутней. А нафига им нужны? На всякий случай. А у него еще одна пустая, здоровая. Вон, вот, она полезна. Да, да, много их. Да? А тебе нужно найти запечатанную? Ну, были вот, я срывал. Вот, на каждой рамке есть. Трутни есть на каждой? Ой, господи. Вот, маточник, что ли. Закрытый? Чуть-чуть похоже, да. А как ты? Где? Вот он. Пальцу бери. Вот он. Вот, видишь? Вижу, что-то желтое. Ну, это... Где? И там маточное молочко. Ну-ка, давай его сюда. Там уже маточник, нет, нет, есть маточка. Ну, там вот все маточник. Матка прям есть? Ну, она еще не сама, вот, видишь, все разорвалась. Она разорвалась? Личинка? А это вот маточное молочко белое? Да, да. А что ты его не ешь? Нет, старое, зачем мне? Старое? Тебе молодое только подавали. А там, короче, личинка большая. Надо, чтобы маленькая была, да? Да, вообще. Столько-только это свежее молочко. Ты какой гурман. Полностью оттянули. Еще не полностью. И там, главное, мало пчел лазить, ты видишь? Ну, а что делать? Ну, а что только одна рамка, две рамки с расплодом, а это с медом? Может, в верхнем улье расплод есть или как? Может быть, я не знаю, без очков. Матку хочешь найти? Не, лежачки мне надо. Червление надо посмотреть. Вот она, матка. Где-то здесь, наверное, хожу. Откуда, почему? Так пойду я за очками. А он у тебя вот так увеличит. Так и лежат. Что лежит? Рамки с пчелами. Лежат. А куда? И не видят, что улья открытые. Это что, этим все равно, что ли? Так, ты говори, что делаешь? Матка надо. Смотрим, червяки есть или нет? А, короче, там в ячейках червяки должны быть. Личинки. Сперва яйца. Яйца. А потом уже личинка становится. Такая, блин, они же маленькие. Вот здесь и яйца, и личинки вот туда сделаешь. Вот, смотри, беленькое, видишь, это молочко там. Подожди, не вижу. А вот здесь только... А как смотреть? Надо снизу. А вот здесь яйца. Там внизу, там. А вот здесь беленькие. Да, я приближу. Тихо, тихо, тихо. Фокус сорвался. Подожди немножко. Блин, фокус. Как сверху надо направлять? Ну, не знаю, смотри, там же насос поймаешь. В общем, там внутри надо найти яйца, но что-то я их не вижу. Ой, а вон какая-то маленькая, что-то как булавочная. Вот это яйца есть, что ли? Да, да, а вон там с молочком, вот здесь вот. Уже залили чуть-чуть, как червячки кривые, маленькие. Блин, червячки. Короче, я... Надо на солнце поймать. Вот там пыльцу я вижу, что там уже пыльца лежит. Ну, че не вижу, вон, видно же, белое, вон там блестит, вон. На донышке блестит. Вот здесь, там внизу, в самом, блестит. Да? Белое. А это не отсвечивает, разве, солнце? Нет, это вот заливают на третий день. Яичко заливают молочком, оно... А вон пчела ползает, а у нее на ножках это пыльца, пыльца. Пыльца, да, вот. Желтая, вот, Грина, вот она, сейчас поймаем. Вот, это, что, она с ног снимет ее в сотку, положит? Да, да. Будет кормить, короче. Вот, вот она, вот она, пыльца, видишь, что ли? Видно тебе? Это еще как видно. Вот, это пыльца. Ничего себе. Называется перга уже. Это она там, пчела, в смысле, личинка, ест ее. Правильно я? Это запас, это корм для личинок. А, там личинки нет? Нет, здесь только перга. Ясно. Запас. Граждане, вам ясно, мне ясно. Коль, а вот смотри, они сидят и крыльями трясут. Это зачем они вентиляции? Это они вентилируют? Да. А что, там кто-то есть в этих ячейках, что они сидят? Я не знаю, что спросили, что они вентилируют. Вот это я знаю, я не зря спросила. Я знаю, куда они вот так крыльями трясут. Это значит, что они вентилируют. Они сидят в литках, короче. Короче, температура в улях 36 градусов. Можно, как в инкубаторе, яйца выводить. И даже есть такие случаи, это я точно знаю. Граждане, вы не забывайте, что я в пчелах ничего не понимаю. Это мой муж, специалист. Где? Вот она матка. Где матка пальцем? Вижу. Подожди, подожди, пальцы, где твой пальцы? Вот она, вот, вот, вот. Подожди, пальцы. А, вот он. Подожди. Она длинная, короче. Ну вот, видишь, задница какая-нибудь. Вижу. А по внешнему виду нельзя определить, молодая она или старая? Я и так знаю, что я прошлогодняя. Это нормально, да? Да. Ой, ну, и что? А вот это здоровый, это трутень, да, вон, жирный? Да, да. Вот он лазит. Вот так его. Фу. А он что, не кусается? Нет. Ой, да убери ты его, не могу. Я спокойно на это. Все. Матку мы нашли, да? Да. В смысле, ты нашел? Вот она, вот она. Еще, что ли, одна? Ну, зачем это она выходит? А, она уже переплата. А зачем она там ходит? Ну, спроси у нее, зачем она ходит. Проверяет вот каждую дырочку. Вот она там червит, вон, все зачерлено. Ага. Она вот сейчас найдет пустую, опять яичко заложит. Опускает туда задницу. А пчелы просто сидят, у них кормят, да? Они там делают свое дело, да. Слушай, а они разные, или мне так кажется? Смотри, вот эта полосатая, которая крыльями трясет, вещь желтая. А вот эта какая-то черная, это что значит? Ну, так. А у нас какие пчелы? В смысле? Ну, пород какая-то. Ну, это, блядь, сразу хотел сказать. Карпатские какие-то? Карпатка, да. Карпатка? Да. А какая еще бывает? Савказские, средневеские. А почему они тебя не кусают? А? Почему они тебя не кусают? Ну, не знаю. А где твой этот профкостюм? Заняты своим делом. Что они будут кусать? Вот полностью рамка за этим. Перго я заметил. Перга, перга. А маточников-то нету? Нету. Всегда сорвал, все, они больше не делают. Это хорошо. А они за один день могут вытащить их? Вытянуть. Могут, да. Раз не вытащили, это, по всей видимости, получилось, когда ставил вощину, и матка осталась за вощиной. Как за вощиной? Вот здесь три-четыре рамки, вот на них были. Пчелы? Да, вот эту я поставил, матка где-то здесь ходила. А пчелы там два-три дня просидели без матки. Ощущение, получилось, что нет матки. Это получается, что в середину нельзя вощем ставить? Ну, можно, просто совпало все. Безвзяточная, взятка не было. Ветер был, дождь был. Я не знаю, столько тонкостей в этом пчел. И что-то они, по-моему, злиться начали, тебе не кажется? Смотри, летают. В общем, я пошла. Прохладно становится. Да? Дело к вечеру. Так, а на весах, короче, ничего нет. Когда мы первый раз поставили, они полтора килограмма принесли. А давай на вкус еще попробуем. Ты говорил, чабрецом пахнет. Мед свежий. Мед свежий. А с верхнего корпуса? Вообще-то так вот каждые улей надо просматривать. Да? Да. Желательно. В неделю один раз. Один раз в неделю? Дабы не, эта самая матка, если зарояться, успеть порваться. Слушай, а сколько больше всего ты пчел водила? Вот сколько ты мог смотреть сам, лично? Больше всего пчел? Ну, то есть какое количество улей ты смотрел? Положено 50 улик на пчеловода и помощник пчеловода. На двоих? Это да, это в пчелосовхозах. В советское время так было. А сейчас как? А сейчас ничего нет. Ну, короче, сколько улей ты смотрел? Ну, 51 человек может смотреть спокойно. Да? Да. Ну, там жить там как-то. И, в общем, ты все делал для них, да? И на них. Все ясно. А в пчелосовхозах это пчеловодная зарплата на одну пасеку в 15-м. Там норма меда еще что-то дается. А какая была норма меда? Ну, по России по разным местам по-разному. Ну, от 15 до 20. На улей? На один улей. Так это мало? План такой. Совсем мало. Потому что можно накачать больше фляги. Можно. Ну, не всегда в этом году есть, а на следующий год и того нет. Ты все равно должен отдать план. И что, короче, вот ты нанимаешься на работу, заключаешь договор. Ты должен с улья 15 килограмм меда отдать, да? Да. И тебе зарплату платят. Да. И сколько? Какая зарплата была? Вот я в электросети в подсобном хозяйстве работал. Ну, она как в подсобном хозяйстве, на любом предприятии относится. Это был Узбекистан? Да. 15 килограмм, 140 рублей зарплата. В месяц? Да. По советским временам 140 рублей ты получал? Так это же бешеные деньги. Да. Я за 100 километров, за 200 километров возил их. За свой счет? Машина своя. Не, ну, на перевозку пчел машину они давали грузовой, но в неделю раз, два, три раз я езжу, бензин свой, жратва своя, все свое. А расходные материалы вот эти все на пчелы они давали? Ну, это да. На это они давали, да. В общем, короче, от 140 рублей минус получается, да? Так я посчитаю по 15 килограмм с 50, сколько я даю меда? 750, почти тона. Вот, 750, если по этому они своим работникам продают, ну, по минимуму они продавали, не помню почем. Тогда 6 рублей, по-моему, в советские времена мед стоил, да? Ну, рубля по 4 или по 5 они своим работникам продавали. Угу. Ну, посчитай, сколько я с полтонны. Три с половиной тысячи. Вот, это, вот это за что я взял? По советским временам три с половиной тысячи это минус твоя зарплата. Ну, короче. Что-то ты мало насчитала. Что-то я мало насчитала, нормально. Ну, короче, все были довольны. А ты же больше на самом деле меда брал? Ну, больше. Это твое было, да? Это мое, да. И куда ты его девал? Куда хочу, туда деваю. А куда ты его девал? Продавал. На базаре? На базаре. Я не сидел, но по клиентам продавал, да. Ну, в общем, а пчелы были не твои, государственные. Ну, пчелы... Почему у меня и свои были? Честно, на 140 рублей... Больше нищим. Да уж, нищим. У меня еще своих было тоже где-то штук 50. Так, значит, ты 100 семей смотрел? Да. А говоришь, 50. Ну, я это... Это самое... Как? По штату. Я тебе сейчас расскажу обухо и секс. Про зарплату. Ты же просила, все, вот. Короче, ты смотрел 100 семей? Вот, например, на предприятии каждому начисляется зарплата. Они всего берут. Вот и так же. А я, если я хочу побольше, чтобы у меня было, я еще своих завожу. Так, и мед даже забыли попробовать. А, мед попробовать. Вот видишь, как я мозги закруживаю мужу собственному. А, мед. Давай, ты говорил, чабрец тебе принесли. Давай его сюда. Не знаю. Ну, понюхай. Ты что, я не буду совать туда свой нос. Ну, уж нет. Да, я на вкус попробую. Не трогай, понюхай, не бойся. Не трогай. Чувствуешь что-нибудь? Не знаю я, я ничего-ничего. Ну что, бери, да, пробуй. Куда залезть? Куда хочешь. Вот печатный где. Печатный. Ложку надо. Вот, смотри, как они, мед собирается разлива. Вот она, пчела, мурхоботок. Блин, вот все-таки вот это разнотраве вкуснее, чем оказывается. Серьезно тебе говорю. Ага, подожди-ка. Видишь, она вот потекла, каплю. А куда же они его девают? В себя и пойдет положит. Как в себя, в смысле съест? Это хороший мешок свой. И потом в сот положит. В смысле мешок не в желудок? У них мешок есть? Ну. Я хоть сама про жизнь пчел что-нибудь узнаю. Не, вкусный. Дай. Жалко, что у нас гречихи нет. Я вот гречишный люблю. Гречиш, наверное, хороший, но он тяжелый, считается. Ну и что? Сердечником. Вкусный. Не инкомендуется. Ням-ням. Так, все. Все, вот теперь точно все. Пошла.